Почти год прошел после удачно проведенной Харьковской операции по освобождению украинских территорий. Именно тогда вооруженные силы Украины освободили и часть Донецкой области. Это лиманское направление, и мы находимся вблизи поселка Ямполь, который несколько месяцев находился под оккупацией. Несмотря на то, что сейчас территория находится под украинским флагом, здесь непросто. В пяти километрах проходят активные боевые действия. Поселок подвергается постоянным обстрелам Российской Федерации. В десятках освобожденных ВСО осенью прошлого года населенных пунктов до сих пор восстанавливают коммуникации, полностью уничтоженные российскими оккупантами. В города и села возвращается мобильная связь. Но в Ямполе все не так просто. Российские захватчики хоть и бежали с этих территорий, но вести огонь по ним не прекращают и по сей день. Три дня назад туда прилетала. Я там оборудовал подвал и вынесла двери. Тяжело. Геннадий прожил в поселке всю оккупацию. Был в плену у кадыровцев. Говорит, удалось сбежать и выжить. А вот соседу нет. Его расстреляли. ЛНРовцы ушли, а они на пару дней зашли и нас взяли ни за что. Говорят, вы координаторы. Я говорю, у меня даже телефона нет. И нас взяли и кинули в подвал. А там обстрел начался, и как раз одного из них ранило. Они потянули, а я говорю, Коля, бежим. И мы убежали. Но я дальше побежал, а он остался. Говорю, придут. Мы для них как скот. Четыре месяца оккупации для местных словно год. Но потери жилья после российских атак не сравнить с потерей близких. Год назад на растяжке подорвался сын Леонида. Парню было всего 20 лет. У меня сын, поздний мальчик был. Ну и на растяжку. На растяжку попал? 20 лет парню было. Простите меня, я же говорю, дочки выехали, а он остался с нами. Всё, не вернёшь. Многие местные не заметили прихода украинской армии, потому что всё время сидели в подвалах. 74-летняя Валентина Фёдоровна вспоминает, как в её двери постучали защитники. Здорово стреляли. Мы в подвале сидели. Утром сижу, а уже прохладно, стучат. А я же плохо слышу, выхожу, смотрю, голубое такое. Говорю, это наши. Спросили, а кто здесь есть? А я говорю, я одна. Местные уже привыкли жить под звуки артиллерийских канонад. В подвалы спускаются редко. Василий Уроженец временно оккупированной Макеевки, говорит, здесь, в Ямполе, планировал встретить свою старость. Уже дважды в дом пенсионера прилетают снаряды. Война не надоела? Нет. Современно не могу маняться. Ну, глупо это, глупо это. Ну и что? Короче, я ворона всего для Божья. Когда она где-то найдётся, прячься, не прячься, попадёшься. Сегодня в Ямполе проживают около трёх сотен человек. Это всего десятая часть жителей посёлка до начала полномасштабной войны. Но как бы тяжело местным не было, говорят, при россиянах здесь было намного хуже, чем сейчас. Сейчас много говорят, что россияне хотят сюда вернуться и давят на этот фронт. Не дай бог. Алена Грамова, Евгений Кармазин, Александр Колычев из Донецкой области. Для телеканала Freedom.